Новая фаза кризиса, вызванная мировой пандемией и ограничительными мерами, коснулась практически всех отраслей народно-хозяйственного комплекса. Однако наиболее уязвимым оказался рынок труда и социальная защита населения. Как отмечает научный сотрудник ЦСИИ Илона Мерцлава, состояние рынка в республике за последние годы и без пандемии находилось не в лучшем состоянии. Прирост занятости за последние пять лет сокращается. В среднем за пять лет последних трудоустраивалось всего 454 человека. В негосударственном секторе занято от всего числа занятых только лишь 23%. Численность занятых в частном секторе сокращается до 471 человека, то есть в среднем за пять лет. Доля бедных и беднейших по данным соцопроса населения составляет 33%. Прожиточный минимум всего около 7000 рублей. Минимальный размер оплаты труда 60 рублей. Среднемесячная заработная плата 10 тысяч рублей. Прирост всего 874 рубля за пять лет, то есть она практически не меняется. Доля фонда заработной платы в собственных доходах бюджета 72%. Высокая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. Размер абхазской пенсии по возрасту и пособий колеблется от 500 до 2500 рублей. Такие показатели свидетельствуют об отсутствии новых производств, росте неформального сектора на рынке труда, разрастании теневой экономики и неэффективности системы управления. Найти выход из сложившейся ситуации и предложить свои идеи. Одна из главных задач семинара, по мнению Илона Мирцкулава, выйти из новой фазы кризиса с минимальными убытками маловероятно. Однако подстраховать себя в случае ухудшения положения необходимо. Для этого первым делом, как рассказывает научный сотрудник ЦСИИ, профильному министерству целесообразно подготовить предложение по корректировке расходов бюджета на социальную защиту и соцобеспечение. Также сформировать банк данных наиболее уязвимой категории населения. Скоординировать действия профильного ведомства с благотворительными организациями. Кроме того, оказать реальную финансовую поддержку всем бизнес-структурам, сохранивших своим наемным работникам оплачиваемые рабочие места. Разработать программу микрокредитования населения под минимальную процентную ставку, не более 24%. И в случае реализации этого худшего сценария, изыскать необходимые ресурсы для оказания адресной помощи, продовольственной, какой-либо другой, финансовой, именно этим категориям граждан. Предприниматель и доцент кафедры политологии и социологии Абхазского университета Давид Пиле отметил, что всемирная пандемия и закрытие границ – это возможность задуматься над развитием сельского хозяйства в республике. В Дистрани необходимо первым делом заняться подготовкой кадров, а также показать жителям перспективность развития данной отрасли. Развитие животноводства, развитие птицеводства, развитие свиноводства, развитие рыбоводства и так далее, и так далее, и так далее. Однолетняя культура, многолетняя культура. Вот здесь Валерий Андреевич сидит, он специалист, он это хорошо, намного лучше меня знает. Где искать нам людей, которые в этой сфере будут активно работать? Надеяться на людей, кто к нам приезжает из Средней Азии или из Молдовы? Вот представьте себе, есть такая страна, Белоруссия, где вообще нет ни одного представителя другой страны. Самые белорусы везде работают. И в селе, и на заводах, и на фабриках, и так далее, и белорусы работают. Сможем ли мы свой потенциал национальный, местный, максимально использовать в сфере материального производства? Когда время нас не щадит, мы должны серьезно, серьезно задуматься, особенно я обращаюсь к новой власти. У них как ни у кого есть эта возможность, сегодня обратиться к людям и работать с людьми, разговаривать с людьми. Я понимаю роль пресс-конференции, скажем, первых лиц государства, это очень важно, да. Но роль и первого эшелона власти, и второго эшелона власти с выездом в районы, в села, вживую говорить с людьми, это очень и очень важно сегодня. Мы должны им принести какую-то информацию и дать какую-то надежду в будущее. Гарантия сбыта продукции в данном деле должна быть для государства основополагающей. Такое мнение высказал и ректор Сухумского открытого института Валерий Кварча. Он также отметил, что институт ежегодно выпускает несколько специалистов по профилю сельского хозяйства. Однако найти работу по специальности у большинства молодых людей не получается. Любой предприниматель, даже рядовой производитель сельхозпродукции будет работать, если он будет знать, или будет он гарантирован, что произведенную продукцию может он реализовать. Может. Это очень важно. Я, например, как специалист считаю, что это может быть даже важнее, второй способ, о котором я говорю, гарантированность быта продукции, чем само производство. Вот что делает СУИ. Вот сейчас к вашему вопросу. Мы каждый год принимаем, конечно, немного, 120-130 бетурентов. У нас специальности, значит, по экономике и управлению сельским хозяйством и землеустройством. Человек 5-6-7 каждый год мы выпускаем. Но беда заключается в том, что нет места, куда я пойду работать. Понятно. Для этого опять возвращаемся к этому же вопросу. Значит, рабочие места, значит, это господдержка. Проблема трудоустройства в республике стоит достаточно остро. Биржи труда или пособий по безработице в республике не существует. Есть только управление по труду и занятости Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии. Но, как отметила его начальник, данная структура только содействует в решении таких вопросов. Но никак не занимается подбором персонала или организаций, которые заинтересованы в кадрах. Насколько это возможно, в рамках Министерства мы пытаемся содействовать этому процессу. Ставим лиц, которые непосредственно обращаются в Министерство. Но должна сказать честно, что это, как правило, единицы, которые непосредственно обращаются в Министерство. Заполняют анкеты, оставляют заявки. За прошлый год было очень мало. То есть каждый трудоустроенный человек с помощью Министерства для нас мы воспринимаем как личную победу. В прошлом году это были единицы, считанные единицы. И мы даже этому радовались. Новый трудовой кодекс предусматривает обязанность каждой организации в шестидневный срок сообщать в уполномоченный орган о вакантных местах. Ну, соответственно, в данном случае это Министерство на сегодняшний день, Министерство социального обеспечения и демографической политики. Но при этом, как вы понимаете, организации это не делают. Мы рассылаем информационные письма в те организации, с которыми у нас есть какая-то связь, есть какие-то координаты. Плохо реагируют, мало кто предоставляет эту информацию. И, как вы понимаете, рычагов давления и влияния на организацию у нас нет. Есть какой-то штраф, который предусмотрен трудовым кодексом. Это в МРОД у нас 60 рублей. Ну и в целом, если я не ошибаюсь, это 180 или 200 рублей в виде штрафа. Проект поправок в административный кодекс об усугублении ответственности руководителей организации за непредоставление данных о вакансиях, по словам депутата парламента Алхаса Джинджоле, уже разработан. Однако проблема, по мнению народного избранника, у многих граждан просто в нежелании работать. Мы общались с теми же представителями иностранных миссий. Было активное сотрудничество по помощи Сухумскому колледжу. Хочу рассказать, кстати, от них услышанную историю. Существует сейчас такая программа, если они ее не закрыли в последнее время. Они оплатили обучение, наняли мастеров, представили ребят с гарантией рабочего места, с оплатой обучения. И там сейчас своего рода конкурсный такой момент был, что из трех один пойдет явно на работу. Наши люди просто не ходили на эти занятия. Им платят, им предоставляют работу, но молодежь особо не проявила интереса. Они затратили энные суммы, чтобы, несмотря на очевидно намечающийся не успех, тянуть эту программу и не закрыть. Тоже интересный момент. Что вообще хотят наши люди, вопрос тогда. Более двух часов участники научно-практического семинара, чиновники, бизнесмены, а также представители научной интеллигенции обсуждали возможные выходы из новой фазы кризиса. Виола Барганжа, Торни Камич, Пайдуар Таракелян. Абазатова.